Привет, привет еще раз. Добрый вечер, кого сегодня уже видела. Давайте проверим связь. Видно, слышно? И будем начинать. Отлично. Добрый вечер. Поэтому всех приветствую. Да-да-да. И также владельцы офисов. Я постараюсь поделиться своим опытом. Поэтому, я думаю, каждый почерпнет в этом вебинаре что-то для себя новое. И сейчас, подождите, как раз одна мысль пришла. Что-то мне даже так захотелось написать в своем представлении, что не только нужно учиться развивать бизнес в интернете, но и не забывать о том, что есть люди вокруг нас, то есть на земле. И одним из просто шикарнейшей, можно сказать, возможностей развития бизнеса на земле – это открытие своего офиса. Как вы видите, у меня офис уже с 2012 года, то есть более 7 лет, так что очень огромный, можно сказать, опыт. Как это все происходило? Сейчас я нахожусь в закрытом звании старший директор. Когда я открывала офис, где-то было у меня 460 баллов. Долго очень думала, сомневалась, хотя мне Оксана давно говорила – открывай, открывай офис, будешь первая в своем городе. Конечно, мы боимся что-то где-то начинать новое, да еще предпринимательство. Это же так звучит страшно, это же и налоговое и так далее и тому подобное. Конечно, все страшно. Пока я в своем офисе не увидела чужих девчонок из другого города, которые ходили, раздавали брошюры, я, конечно, подошла, все разузнала, не представляясь, и поняла, если я сейчас это не сделаю, то, во-первых, город маленький, не факт, что дадут открыть второй. Во-вторых, если ты первый, значит, ты первый. Поэтому буквально… Привет-привет всем прибывшим. Поэтому буквально за пару часов было открыто, и индивидуальное предпринимательство, был открыт расчетный счет, оставалось только найти аренду. Во-первых, у меня тогда не было машины, я сама не из города, то есть не местная, знакомых как таковых сильно не было, ну, какой у меня был круг общения учителя, и у меня не получилось найти аренду. Благо, у нас есть такая категория агент. Это не только в Беларуси, а везде. Что это такое? Что ты пока ищешь аренду, но у тебя уже есть цель, у тебя есть, как говорится, свои люди, где ты хочешь, чтобы они забирали заказы, особенно если в этом населенном пункте нет офиса, разрешают до трех месяцев открывать категорию агент, то есть заказы привозят к вам на дом. Так как вы не платите никакую аренду, там и вознаграждение всего лишь 0,5 от товарооборота, но заметьте, это лучше, чем ничего. И так получилось. Свидетельство о госрегистрации у меня, очень хорошо помню, с 18 января. 1 марта я открыла агента, мне понадобилось 3 месяца, чтобы найти аренду, подсказала мне аренду девочка, которая была в другой сетевой компании, она там как раз хотела открывать офис, но скажу вам честно, она мне так и сказала, знаешь, у нас невыгодные условия, а так как я тебя знаю, попробуй ты. И вот с тех пор на том месте, можно сказать, я так и засела, только поменяла помещение. Итак, 1 июня 2012, заметьте, я еще работала в школе на тот момент, я открыла ПВП, это пункт выдачи продукции, затем с 1 июня 2014 года мне было присвоено СОК, то есть Центр обслуживания консультантов, хотя я писала, просила очень много. Оказалось, что пока ты не директор, СОК открыть ты не имеешь права. Ну а буквально, можно сказать, недавно, я отпраздновала 2 года в новом помещении, куда я переехала. Итак, начнем со всего по порядку. Значит, цель открытия офиса. Первая, которая должна у вас стоять, это развитие именно своего региона, своей структуры. Как наши девчонки всегда говорят, что ищите, ищите людей со своего поселка, города, городского поселка или района. Да, ищите. Это будет проще и для каких-то фотосессий, и для мастер-классов, и для работы с промостойкой, и многое-многое другое. А если у вас нет офиса, в чем проблема? Откройте в своем поселке офис, где вы будете проводить и встречи с партнерами, и мастер-классы, и обучение. Вы будете напрямую сотрудничать с компанией, и ваш региональный офис будет вас знать не только по фамилии, но и в лицо. Поэтому, ну и, конечно, это тоже приносит доход, если офис раскручен. Об этом мы тоже поговорим чуть позже. Итак, какие документы нужны? В принципе, ничего сложного. Так я уже сказала, свидетельство о том, что ты индивидуальный предприниматель. Ну, конечно, копия. Копия расчетного счета в банке. Открываете там, который вам ближе или как вам удобнее. Здесь, как говорится, нету никаких приоритетов. Тоже, конечно, копия. Копия договора аренды. Дальше. Это то, что вам нужно лично сделать. Если у вас есть место, а если нет, как наша Оксана всегда говорит, ходите возле того магазина, здания, павильона и мечтайте, что когда-то здесь буду работать я. Так и получится. И просто планируйте, где что у вас будет стоять. Дальше. Все, все есть на сайте. Значит, заявление на открытие ПВ. Это есть на сайте. Просто распечатываете и отправляете вместе с пакетом документов. Сирокопия паспорта. Ну, это, я думаю, не тяжело. Заявление на использование товарного знака. Это тоже есть на сайте. Просто распечатываете, заполняете и прикрепляете с документом. И два бизнес-плана. Хозяйственный и развитие структуры. Хозяйственный – это будет перечень того, что вы купили, что у вас там будет, сколько потратились и так далее. Развитие структуры – это бизнес-план. Так как мы все в бизнесе, мы очень часто их заполняем. Просто нужно просчитать. И вот если ты, допустим, открываешь на 15%, значит, вот тебе дается полгода, где ты должен рассчитать, что через полгода ты будешь директором. Если ты открываешь там название, например, старший вице-директор, или если у тебя 2500, конечно, на полгода ты должна рассчитать, что ты, допустим, там будешь на 5000 или на 4000. Ну, конечно, это не совсем реально, но все зависит полностью от нас. Поэтому еще раз повторюсь, открыть ИП и собрать эти документы – ничего абсолютно нету сложного. Главное – решиться. Ну, и, конечно, если ты еще не директор, то обязательно у тебя будет гарант, твой вышестоящий директор. То есть, получается, если, допустим, даже вы там, например, в пятой-седьмой линии от директора, вам нужно выйти на директора, потому что директор будет вашим гарантом. А сейчас поговорим именно по категории офисов, которые я уже затрагивала. Их всего четыре. Не поверите, что-то я как ни искала на обновленном сайте, не нашла. Как говорится, дословное вот этого всего описания, но ничего страшного, расскажу вам своего опыта. Итак, агент я уже затрагивала. Значит, это мы открываем вначале. Если, например, будет такая ситуация, как у меня, что не нашли аренду, или, допустим, у вас офис уже есть в городе, но у вас огромная, например, структура. Если у вас позволяет площадь квартиры или площадь дома, почему бы нет, где вы можете встречаться с командой, что-то где-то планировать. Но еще раз повторюсь, так как это все происходит дома, аренду вам платить не нужно. Вам будет платиться только 0,5%. Пункт выдачи продукции, ПВ, платится 3% от товара оборота. Что такое пункт выдачи? А, кстати, забыла сказать. В категории агент вы обслуживаете только свою структуру, то есть чужим вы можете отказать. Когда я открывала, конечно, я никому не отказывала. Все, кто ко мне оформлял заказы, мне, как говорится, было все равно. Все равно они консультанты, и они бы в будущем получали бы у меня заказы. Поэтому это никто не заставлял. А вот уже начиная с категории ПВ, мы обязаны обслуживать на одинаковых условиях своих и чужих консультантов, потому что вы сотрудничаете здесь уже напрямую с компанией. Обязательно должна быть витрина ПВ, квадратура до 15 квадратов. И если вы выполняете минимальный товарооборот, вам компания платит 3%. Я не знаю, как в России у нас 3000 рублей минимальный товарооборот. Но всегда, когда только открывается офис, компания, конечно, понимает, что это новое место, поэтому они дают 3 месяца на развитие офиса. То есть как только вы открываете, вам, вне зависимости от того, делаете вы минимальный товарооборот, не делаете, будут платить 3%. Дальше, после истечения 3 месяцев, здесь именно идет уже расчет именно месяцев. Если вы не выполнили вот этот минимальный товарооборот 3000, но, скажу вам сразу, здесь считается средний коэффициент. То есть, если, допустим, у вас первый месяц 1500, второй месяц, допустим, 2300, а третий месяц 4500, ну, я, конечно, к примеру привела, если все сложиво, разделив на 3, получается 3000, за вами закрепляется ПВ 3%, и вы следующие 3 месяца получаете 3%. И так анализируется все время. Сразу говорю, особенно если вы открываете не первый офис, то есть, если у вас в городе есть офисы, будьте готовы, что на минимальный товарооборот может понадобиться не просто 3, а даже иногда и полгода. Это, поймите, нормально. Только если вы начнете заинтересовывать людей какими-то своими акциями, именно для всех консультантов, может быть, более удобный график работы, может, у вас много знакомых, и, конечно, не переманиваем, не занимаемся перерегистрацией, потому что это очень строго наказывается, вплоть до закрытия офиса. Поэтому я думаю, это никому не нужно. Но просто говорить, что я открыла офис, я знаю, что ты занимаешься по Берлик, делай на мой офис. Это к чему? Потому что мы уже сколько раз столкнулись, я являюсь гарантом двух офисов, это Береза Оля Синькевич и Белозерский, Света Побот. И если новичок оформляет заказ, ну, вообще новичок, им предлагается выбрать пункт доставки. И они уже выбирают сами по себе, по тому, близко от них дома, далеко, по графику работы и так далее. А если, как говорится, старички, у них сохранены по умолчанию адреса, и они, конечно, не видят, что открылся где-то новый офис. Поэтому, когда открываем, здесь уже зависит от того, как вы преподнесете, как вы, как говорится, поработаете с рекламой. Еще раз повторюсь, это пункт выдачи продукции, вывеска здесь не обязательно. Центр обслуживания консультантов. Не так написала. Центр обслуживания консультантов. Сок. Здесь идет 4% от оборота, но еще раз повторюсь, он присваивается только, если ты в звании директор. Здесь уже квадраты от 15 и выше, и здесь уже нужна обязательно витрина. Дальше остается все точно так же. Обслуживание всех структур. А еще вспомнила только что. График работы не менее 20 часов в неделю. Обязательно. И тогда вам платят 4% от товарооборота. Ну, как понимаете, чем больше товарооборот, тем больше вам платят. Но это все для чего платится? Для того, чтобы помочь нам, индивидуальным предпринимателям, содержать офис. То есть логически сюда входит оплата аренды, оплата коммунальных платежей. Если у вас есть там наемный работник, там грузчик, ну, разное бывает. Ну, и как будто вот эту вот зарплату. Конечно, когда ты только начинаешь, у тебя хорошо, чтобы хватило на аренду. И я вам скажу сразу, здесь хватать на аренду не будет. Только если, еще раз повторюсь, вы одни в городе, вы только начинаете, но консультантов в городе много. Просто нужно провести хорошую рекламу, газету, там, доски объявлений, соцсети и так далее, что открылся офис, приглашаю в сотрудничество всех. Тогда, да, можно за три месяца заработать, но аренду же чем-то платить нужно, поэтому здесь уже без вложений, сразу говорю, не получится. И плюс, конечно, мебель, все-все-все, что у вас есть, это тоже предоставляете вы. Обязательно должен быть выход в интернет. Когда я открыла свой офис в Драгичине, я специально для этого покупала ноутбук, который у меня уже старый сломался. Конечно, я купила новый, такой как нетбук, маленький, но Белозерс, когда я начинала, я работала просто с телефона, было неудобно, затем купила планшет. Поэтому, в принципе, здесь нет такого, что нужно обязательно, там, компьютер, ноутбук и так далее. Нужен обязательно выход в интернет, чтобы вы могли зарегистрировать, допустим, принять заказы, выдать, дать претензию и так далее. И уже по желанию должен быть принтер дома или на работе, потому что документации, особенно возвраты, претензии печатать нужно, а где вы будете это все делать. Ну и представительство. Здесь идет 5% от товарооборота, но, сами понимаете, звучит очень так гордо и требования очень и очень завышенные. Здесь у нас получаются квадраты, по-моему, 25 или 30 метров квадратных обязательно, конечно, вывеска, конечно, витрина. Здесь должно быть несколько кабинетов, то есть в одном месте выдача заказов, во втором, например, бизнес-встреча, в третьем мастер-класс, четвертая, например, там примерочная и так далее, и тому подобное. Поэтому представительство у нас в основном в больших городах. Я, конечно, сейчас, ну, не могу сказать, сколько точно, но раньше, может, 10 было на всю Беларусь, а может и нет. Очень мало у нас представительств, которые соответствуют вот этому всему. Девчонки, если вопросы, сразу задавайте по ходу. Сейчас посмотрим, как меня эволюционировал. Мой офис, который я уже сказала, открыла в 2012 году, в июне. Первая фотография – это наше открытие. Нет, не открытие, это встреча на Новый год. Открытие – это же было летом. Но вот так я начинала. У меня был мягкий уголок моей квартиры, это диван и два стула. Дальше был стол, ну, у меня муж занимается мебелью, поэтому у меня сначала был стол и стул. Купила бэушный сервант, купила клеящуюся бумагу, обклеила я вот это все и выставила немного продукции. Сначала все начиналось с пробничков и было пару у меня водичек. Вот. Это был у меня ПВП. ПВ, можно сказать. Затем, а, ну, в принципе, вот на второй... второй фотографии видно, что был вот у меня такой вот мягкий уголок. Сейчас, правда, нет. Раньше у нас в продаже были вот рамки различные, большие, малые, именно под плакаты. Они очень классно подходили. И дальше я сделала такой вот фотоколлаж с фотографией самых первых, вот Москва, Минск. Вот такое у нас было. Затем, ну, может, через полгода я купила вот такой вот стеллаж, где именно стояли заказы. И затем, опять же, поэтому, как понимаете, все шло по мере того, на какой я выходила товарооборот и, конечно, конечно, вкладывала в бизнес. Затем я купила первую витрину, затем купила вторую витрину. Все тоже было. У нас, не помню, какой год был, 16-й, может, или 15-й. Очень много закрывалось магазинов. И, конечно, распродавали все... Ну, свою мебель, зачем она им? Вот. Так как я работаю в интернете, постоянно сижу в интернете, поэтому вот это все было найдено. Значит, затем, не хочу никого обидеть, но мне позвонили. По секрету сказали, что закрывается один офис известной компании наших конкурентов. и сказали, может, тебе нужна мебель? Конечно, мне нужна мебель. В итоге я у них скупила всю мебель. Это стол компьютерный, это раскладные стулья для мастер-классов каких-то, для собраний, магнитную доску. Я у них тоже купила. И вот так вот офис у меня поменялся. Ну, конечно, большая витрина, нужно много всего наставить. Поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть, меня до сих пор некоторые девчонки несут пустые баночки. Я кинула клич по всей группе, по всем консультантам ФВ. Вне зависимости от того, мои это не мои, что будьте добры, не выбрасывайте баночки. Если они мне не нужны, выброшу я. Приносите все-все-все для меня. Отвечу, Елена, на этот вопрос. И, значит, вот так вот по чуть-чуть набирался мой ассортимент. Поэтому сразу говорю, если кто-то уже нацелен, что будет 100% открывать офис в своем городе, начните уже прямо сейчас собирать баночки, особенно от парфюма. То есть не выбрызгивайте буквально там полсантиметрика, то есть чтобы оставалась сама по себе водичка, потому что если выбрызгать все до конца, через какое-то время аромат улетучится. А если до конца не выбрызгивать, и вот, допустим, через полгода вы откроете водичку. Вообще парфюм, срок годности до 5 лет, в зависимости, конечно, когда он выпущен. И вы сами будете видеть. Я, например, сейчас уже вижу, какие у меня воды портятся, потому что и меняется аромат, и меняется структура самой парфюмерной композиции, поэтому периодически я обновляю водички. А так просто по чуть-чуть собирайте парфюмы, потому что пробники – это хорошо, но когда у вас стоит целостный флакон, когда клиент может все пощупать, подержать, посмотреть, как он выглядит, нанести на себя, это совсем по-другому. И, как я уже сказала, в 2017 году осенью ко мне приходит мой арендодатель и говорит, мол, может, ты хочешь переехать в новое помещение, а он там за это все время очень много различных павильонов пооткрывал, но я стабильно знала, что там уже места нет. Говорю, в смысле, вы что-то где-то купили? А он говорит, нет, у меня, я арендую во дворе стоматологии, говорит, у меня в стоматологии есть пустующее помещение, и оно как раз выходит, получается, на улицу. Я просто могу окно переделать в дверь и сделаю тебе там офис. А у меня вот в этом помещении, что вы видите, это когда-то были старые гаражи. Ну, как говорится, если человек с бизнес-мышлением, он понимает, что недвижимость – это лучшее вложение, поэтому он это все так купил, сделал ремонт, и все, и мы там арендовали. И так как это бывший гараж, отопление там как такового, было что-то встроено, отапливалось дровами, в общем, скажу честно, на одной фотографии, думаю, вы видите, без обогревателя было просто никак, просто никак. А как вы сами понимаете, если обогреваться обогревателем, и засвет идет очень хорошо, а если ты еще и ИП, тогда очень прям хорошо. И когда он мне это предложил, я понимаю, что это здание стоматологии, которое отапливается газом, где будет тепло все время, и плюс, что мне понравилось, он не сказал, что, мол, переезжай и делай, он сам взялся делать там ремонт, сделал ремонт, одним словом, я только заехала, красивое, свежеотремонтированное, свежепокрашенное помещение, и так началась, можно сказать, моя вторая жизнь. Сразу, вот, как я уже говорила, 7 ноября, я заехала в это новое помещение, у меня до этого было компьютерное кресло из дому, которое уже было, грубо говоря, непрезентабельное, поэтому я мужу сразу сказала, мне нужно новое, нужно новое президентское кресло, и прям такое я и нашла, какое оно удобное. Очень многие мои знакомые, которые приходят за заказами, они сразу говорят, можно я посижу в твоем директорском кресле, оно на самом деле классное. И вы видите выставка моих всех водичек, очень многие были полные, но потом, как я вам уже говорю, парфюм со временем портится, и чтобы не доводить до этого те парфюмы, которые мне нравятся, я периодически меняю. То есть, я, например, заказала себе, ну, к примеру, фесту, то использовала, допустим, две трети, поставила ее на офис, с офиса взяла полную, опять-то использовала. И в итоге, например, открывала я Белозерск, у меня уже были парфюмы, открывали мы, например, березу, то же самое у меня были парфюмы. И, кстати, девчонки из Беларуси, кто соберется открывать офис, у меня есть огромный кладезь, опять уже парфюмов и различных баночек таких красивых, презентабельных, поэтому обращайтесь ко мне, помогу, чем смогу. Как видите, у меня сейчас есть отдельно такой вот, не знаю, как это называется, ну, в общем, набор, комплект мебели, где стол, то есть консультанты меня расписывают о получении за отдельным столом, где постоянно есть выставка новинок каталога, и здесь же встроен шкаф, где я раздеваю, чтобы не было ничего заваленного, чтобы было все красиво. Здесь как раз, как говорится, рабочий процесс, жаль, что сейчас нет пока пробников помад, я постаралась, у меня все есть пробники помад, всех полностью коллекций из серий, и это, кстати, очень и очень удобно. Ну, и как вы понимаете, я люблю вкладывать в бизнес, поэтому считаю, для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, нужно учиться и вкладывать. Поэтому, как только в Москве предложили, точнее, уведомили нас, что у нас новые будут коктейли, каши, супы, что будет своя система похудения на этих кашах, супах, коктейлях, точнее, что, по-моему, уже собрана такая пробная группа, которая проходит по спец таким ценам, и сказали, что будут специальные умные диагностические весы, которые работают от сети Wi-Fi, становившись на которые, мы их все протестировали, кстати, в Минске на форуме, сразу называется излишки каждого человека, я поняла, что мне это нужно, я хочу специализироваться на витаминах, на системе похудения, как мы все знаем, что у многих девушек, женщин, это больная тема, а если будут такие классные весы, которым ничего не нужно делать, просто снять верхнюю одежду, снять обувь, приложить одну ногу и нужен телефон, сейчас, как мы все знаем, у всех классные смартфоны или айфоны, а дальше все зависит от тебя, что ты будешь советовать, приписывать и так далее, и, конечно, еще в Москве написала заявление, что хочу на офис такие весы, мне мои менеджеры сказали, что нам, владельцам офисов, будет по спец ценам и сегодня я захожу делать заказ, а мне добавляют эти эксклюзивные весы, вы сами видите, что они стоят почти 100 долларов, но это называется вложение в бизнес, я 100% знаю, что они сработают очень круто, вблизится новый год, кто-то хочет похудеть к новому году, а кто-то понимает, что после нового года, после этих всех праздников может быть прилив килограммчиков, поэтому я собираюсь работать по этой теме, можно сказать. Поэтому для меня сейчас офис, это встреча с командой, мы этим летом собирались, сделали листовки, я всегда, когда особенно на огромных распродажах старые каталоги, всегда их заказываю, также всегда, если у меня остаются, не выбрасываю, ни в коем случае не отдаю на макулатуру каталоги, они мне нужны для работы, также планируем акции для структуры, то есть по-другому есть куда прийти посовещаться моим девчонкам, а вы сами прекрасно знаете, что значит разговор по телефону или там по вайберу и так далее, а что такое личная встреча, плюс очень легко можно сделать фотографии, вот как мои девчонки делали той же продукции, потому что да, очень многие заходят и говорят, ой, это что, все можно купить, они не думают, что там на самом деле все образцы, в основном, ну, все баночки, там, крема, гели для душа и так далее, все пустое, но уже водички есть разные, есть полупустые, есть полные, есть почти пустые, ну и можно сказать с самого начала я начала проводить новогодние огоньки для своей структуры, мы проводим как у девчонок получается, когда перед Новым годом, когда после Рождества, но всегда собираемся, всегда я подвожу итоги по структуре, дарим подарки, чаепитие, в прошлом году у нас очень интересно закончилось после нашего, можно сказать, новогоднего огонька, мы пошли на концерт от нашего Дома культуры, одним словом, вот там мы это все проводим, ну и конечно мастер-класс, это и мастер-класс и по косметике для дома, и мастер-класс по уходу за руками с нашими супер-кремами гран-при, это уход и по изолитам, бизнес-встречи, потому что иногда вы сами знаете, особенно так как я живу в маленьком городе, меня очень многие знают и иногда люди пишутся там расскажите про бизнес и так далее и тому подобное, конечно, я их всегда приглашаю себе на офис, чтобы поговорить из глазу на глаз, и плюс, как нам всегда Оксана говорит, что мы принимаем на работу, мы берем к себе на работу, а когда ты общаешься по интернету, это одно, а когда ты человека видишь живую, видишь его глаза, его мимику, его жесты, это совсем другое, поэтому это прям очень и очень нужно, ну и, конечно, вы поняли, что это место, где я снимаю, что-то я написала не то, все свои видео, так как у меня офис уже в новом помещении, там евроремонт, там хорошее освещение, мне нравится, как там выходит качество, плюс мне привезли свет очень классный для и где идет и поддержка телефона, и свет, поэтому приспособилась, и вот это все идет для развития бизнеса, ну и, конечно, дегустация продукции, сразу говорю, когда собираетесь, не нужно сейчас делать как у меня, чтобы были все-все-все серии и так далее, нет, нужно, конечно, парфюмы, но вы сами видите, что у нас раза 4, а может 5 в год появляются все время какие-то новые парфюмы, плюс, так как у нас очень много вкусных гелей, но, как вы видите, все выходит сериями, то есть, например, серия Реалакрим, там 4-5 таких серий, потом тоже самая серия, например, парфюмированные гели, их вообще можно не ставить на, ну, как образцы, у вас есть понюхать парфюм, гель пахнет тоже самое, можно 1-2 поставить, чтобы, ну, люди видели, как это все выглядит, тоже серия, допустим, Лакрим, например, миндаль, не обязательно, чтобы стоял там и крем для рук, и гель, и пена, и шариковый дезик, можно с 1 серии поставить, гель для душа, допустим, как пахнет, со 2 серии крем для рук, с 3 серии, там, дезодорант, то есть, ну, не обязательно вот так вот загромождать, конечно, у меня это все есть, значит, у меня это все есть, хотя я очень часто провожу ревизию, потому что, вы сами видите, что-то снимают с производства, что-то новое появляется, поэтому здесь не нужно, чтобы было так, что продажи в каталоге уже нет, а на офисе еще до сих пор стоит, плюс, конечно, отбирайте, даже если это пустые баночки, но чтобы они были красивые, презентабельные, чтобы не помятые, не грязные, но я думаю, об этом не нужно никому говорить, также консультации, это, конечно, когда уже наработанное у тебя имя, когда тебе люди доверяют, очень часто приходят с темами и по подбору той же серии кремов и с вопросами, что шампуни не подходят, а некоторые прям просто хотят поговорить и очень часто, кстати, получается, что люди совсем тебе чужие могут открыть такие темы, такие вопросы, которых, может быть, даже родственники не знают, из-за чего это все происходит, я пока не могу понять, анализирую, может быть, они видят, какой я человек, что дальше этих дверей это не уйдет, уже очень многие, кстати, говорят, тебе нужно открывать кабинет психолога, думаю, меня еще туда не занесло, ну и, конечно, общение с консультантами всех структур. Это ни в коем случае, запомните, не нужно, вы не мой, я вам это не покажу, я вам это не расскажу и так далее. Например, когда, вот сейчас, допустим, у нас идет акция для новичка парфюм от Юдашкина, три на выбор, сразу заходишь ко мне на офис, эти три парфюма стоят, то есть, их нужно, можно понюхать. Если я вижу, что новая фамилия появилась, независимо от того, мой это консультант, не мой, я сразу говорю, что вот в следующем каталоге вы получите вот этот подарок, можете выбрать парфюм. То же самое, иногда консультанты сами просят, а можно понюхать, попробовать, а можно нанести. Конечно, можно, это тестеры, а для чего она там все стоит? Все равно оно портится. Мне никогда этого не было жалко, и плюс не забывайте, что они же делают заказы к вам на офис, это ваш товароборот. И, как говорится, конечно, садиться себе на голову не нужно допускать, потому что бывают разные люди, но всегда, если ты с людьми хорошо, независимо от того, какое тебе настроение, что у тебя, где творится, люди привыкли тебя видеть веселой, жизнерадостной и так далее, вне зависимости от того, что у тебя может что-то где-то и болеть. Пришли, ушли, что уже сделаешь, но график работы, кстати, хорошо, что не забыла, обязательно, обязательно соблюдайте. Если вы, допустим, хотите первое время работать каждый день, я поверю, потому что когда развивать свой офис, особенно если основной работы нет, и ты можешь выкроить себе, допустим, 3-4 часа, чтобы посидеть, пожалуйста, сидите там, работайте, плюс у вас выходы интернета есть, даже если никого не будет, никто не запрещает делать то же самое, что ты делаешь дома, но если вы не собираетесь дальше так работать, не давайте этот график работы на сайт, как говорится, во всеуслышание. Вы должны выбрать для себя, как вы будете выдавать заказы. Ну, я не знаю, в курсе вы, не в курсе, говорят вам владельцы офисов. У нас заказы приходят на раз, на день раньше. То есть, вот, например, если у меня сегодня оформляют заказы, людям пишут, что заказы придут в пятницу, но на самом деле заказы приходят в четверг, просто к нам привозит вот компания Автолайт и каждый раз по-разному это все привозится. Когда может и в час уже быть доставка, когда в два, когда в три, а когда и пол пятого еще доставки нету. Все зависит от того, как люди заказывают, зависит от того, сколько заказов у них сейчас. Поэтому, конечно, это, как говорится, годы работы, но я всем консультантам, особенно, когда не было до этого Вайбера и Телеграм, уведомляла, что заказы приходят на день раньше. Когда, еще раз повторюсь, не было мессенджеров, я специально тогда брала себе номер в Велкоме и отправляла каждому-каждому смс-ку о доставке заказов. То есть, если, например, заказы привезли поздно, я где-то оставляю себе полчаса, чтобы, грубо говоря, распечатать эти коробки и проверить спецупаковку. Как мы знаем, одежда, белье, аксессуары, там, например, посуда, бытовая химия приходит отдельно. Вот это все просмотреть, чтобы знать все, не все пришло, чтобы составить акты недовложения. А дальше, ну, уже что сделаешь? Иногда бывает, что даже над тобой стоят. Но это, конечно, не часто. То уже в курсе помогают, где-то разбирают. То не в курсе, сама ищу, выдаю заказ. Если заказы привезли пораньше, консультанты в основном привыкли, что за заказами где-то к часам три. Ну, допустим, они привезли мне полторого. Значит, я оставляю себе час, а когда и полтора, в зависимости от того, сколько приходит заказов, потому что иногда бывает и 70 заказов, а перед большими праздниками, как Новый год, 8 марта и так далее, больше ста заказов. Поэтому оставляю время в зависимости от того, сколько заказов пришло. сейчас, сейчас, когда у нас есть Viber, есть Telegram, сразу я проверяю, вот, допустим, сегодня поставку выставили, я сразу проверяю, есть ли новая фамилия на страничке офиса ПВ. Проверила, появилась новая страничка, я сразу проверяю, есть ли она в Viber или в Telegram. Есть. Добавляю к себе в группу Viber, уведомляю, что добро пожаловать на офис Faberlic, здесь я уведомляю о доставке, выдаче заказов, изменения в график работы и так далее. Выключите звук. Все. Ну, конечно, всех не проконтролируешь, кто-то выйдет, но это очень мало. Плюс я уведомляю там же о распродаже, вот, допустим, что сегодня началось. Даже бросаю туда какие-то классные отзывы с наших чатов, чтобы люди тоже заказывали. И вот я ввела в себя такую привычку, что я выдаю день доставки. Почему это было все введено? Потому что когда у меня было два офиса, я, как понимаете, не могла разорваться, и плюс я сделала такие даты доставки, дни доставки, чтобы не состыковывались они. Вот поэтому так у меня и получилось. А когда второй офис я передала своему лидеру, как понимаете, отучать людей тоже не стоит. В итоге так и работаю, просто увеличила на один день, у меня три раза доставка, и оставила себе один день для снятия видео и так далее, но графики работы на сайте этого дня нет. То есть за окном офиса есть, что я работаю в пятницу, но в графике доставок нет. И постаралась это, конечно, потому что некоторые так читают, а некоторые так, чтобы приходили за заказами именно вторник, среда, четверг, чтобы пятницу мне оставить именно на те же претензии, на те же видео, то есть мастер-классы, чтобы я знала, что никто не будет приходить и никто не будет отвлекать меня именно по доставке и выдаче заказов. Поэтому я вам еще раз говорю, если вы открываетесь, вы можете там работать хоть каждый день, но выберите себе дни, в которые вы 100% будете и те дни размещаете на карточке офиса, чтобы так не получилось, что на сайте у вас написано, а вы работаете, люди пришли за заказами, а вы закрыты. Вы сами понимаете, что сейчас люди все разные, никого не волнуют, ничьи проблемы, и с обратной связью никто не отменял. И вы сами понимаете, за это вас по головке не погладят, особенно если несколько раз напишут, что не соблюдается график работы. Ну и, конечно, личностное развитие, воспитание себя там тоже происходит. ну, конечно, нужно любить людей, нужно любить с ними общаться и уметь с ними общаться. И как это приходит? Это приходит только с практикой. Поэтому за это время ты изучаешь и людей, ты знаешь, кто какой человек, знаешь, кому что подсказать, кому это и так далее. И плюс, когда я начала вот уже в новом офисе делать на постоянной основе выставку новинок, особенно парфюмов, намного и намного больше начали люди заказывать новиночки. Так, сейчас посмотрю. Значит, когда открыли офис, это, конечно, еще раз повторюсь, в газеты, я думаю, в любом городе есть какая-то районная газета. Дать и не один и не два, а раза три в газету, например, как я давала объявление, то всегда в тот день, когда больше всего выписывают или больше всего покупают. Например, это у нас был субботний выпуск. Дальше доски объявлений, листовки. Обязательно, если открываете, например, новый квартал, значит, обязательно обойти дома с листовками, что мы открылись. Там уже смотрите сами, если есть доски объявлений на дома, значит, там повесили объявление. Если нету, постарайтесь ящики побросать. Так, про баночки рассказала. Так, и обязательное условие, которое я всегда повторяю своим девчонкам. Не забывайте, с какой целью вы открываете офис. Развитие региона и структуры. Это значит, что ни в коем, ни в коем случае не превращайтесь заведующих складом. Когда вы зарылись в тех бумажках, в тех претензиях, в тех возвратах, в заказах, в общении, в пустых разговорах и так далее. Мы это делаем для развития бизнеса. очень часто бывает, особенно в больших городах, где большое количество людей и офисов не очень много, но консультантов много, очень часто бывает, когда хороший доход приносит офис, то есть ты заплатил и налог, ты заплатила и аренду, и коммунальные, если есть какие-то помощники, заплатила, ну, если нету, так нету, и остается хорошие, можно сказать, деньги. И так как мы все до мышления богатых перейти очень тяжело, мы понимаем, что в принципе мне этого хватает, чем плохо, и мы закапываемся в этом все. Почему я это все говорю? Потому что я знаю очень многих людей, которые на самом деле не развиваются. Это называется вечный директор. Вот вроде бы директор, офис, можно сказать, два вознаграждения, хороших вознаграждений, чем плохо. И они так сидят по 15, по 18 лет, поверьте, есть такие. Поэтому еще раз повторюсь, не забываем о цели, с какой мы открываем это все и идем вперед к мечтам. Я уже, девчонки, заканчиваю. Специально вам показала доход за предыдущие месяцы. Это и сентябрь, и октябрь. Доход идет, как я уже сказала, так как у меня ток 4% от оборота, но у нас в Беларуси, не знаю, честно, как в России, в Беларуси компания выдала поддержку для офисов, потому что на самом деле процент остался тот же, а так как у нас появилась новая категория одежды и белье, возвратов стало намного больше, а вот эти все возвраты, вот эти все претензии, одежда и так далее, мы вроде бы их разбираем, если люди возвращают, они, мы это все оформляем, мы печатаем сами накладные, мы печатаем сами бумаги, то есть мы делаем больше работу, но с общего товара оборота это все вычитается, потому что это все вернулось обратно на склад, и в итоге, по-моему, с мая месяца нам каждому офису, в зависимости от того, на каком проценте он находится, добавили 1%, сначала говорили по-моему, август, потом сделали нам сюрприз по сентябрь, и сейчас сказали еще в октябре, в итоге получается мне идет 2%, ой, тут я уже заговариваюсь, 5% от товара оборота, если вы видите, товара оборот сентябрь и октябрь вырос, был 18700, стал 22000, скажу вам сразу честно, вот за сколько лет у меня офис никогда такого товара оборота не было, и вот здесь, что вот сегодня я рассказывала по поводу баллов и как выгоднее купить, так здесь, что касается офиса, чем больше люди заказывают одежды, белья, обуви, тем больше оборот будет на офисе, почему, потому что одежда, белье и обувь стоит дороже всего, она дает баллов меньше, но товар оборот дает больше, вот поэтому я сама одеваюсь в поберлик, меня устраивает качество, меня устраивает все в носке, плюс я сама являюсь, можно сказать, ходячей рекламой, когда приходят, и особенно, когда я в новой блузке, брюках, в петерочке, куртке и так далее, все хотят пощупать, некоторые просят померять, в итоге идут все заказы, вот от этого всего растет товарооборот, плюс я попробовала, когда у нас появилась водичка дезерабль, заказала как новинку, и попробовала новый метод, который сработал просто бомбически, я каждому в заказ на блотер наносила этот парфюм и вкладывала или в каталог, или в заказ, в зависимости того, есть у них каталог в заказе или нет, вы не поверите, за месяц новинки было заказано более 30 штук, специально считала, и до сих пор ее продолжают заказывать, но, по-моему, ее у нас нет на складе, в зависимости от того, что когда она появилась, была дешевле, поэтому я продолжаю работать тем же методом, в следующем каталоге у нас две новых водички, мужская и женская, конечно, нужно будет поподписывать блотеры, чтобы люди знали, но хочу продолжить тем же методом. И, кстати, еще не все, кроме вот того, что я бросала всем блотер, на распродаже, если вы помните, был наш скраб для рук из серии Grand Prix, я их заказала, или 50, или 70 штук, не помню, и была у меня акция от моего ПВ, при заказе водички дезерабль, скраб для рук в подарок, но так как скрабов у меня осталось много, а мы знаем, что я их брала по распродаже, с ограниченным сроком годности, на следующий месяц я продлила акции, но она называлась, при заказе большого флакона любой парфюмированной воды от 50 миллилитров, скраб для рук в подарок, и в итоге вот так, вот так, все у меня раздарилось, некоторым по три, по четыре флакон, тюбика бросала, и даже меня поразили некоторые девчонки, они дарили эти скрабы тем, кто у них заказывал эту водичку, поэтому, как говорится, без вложения в бизнес никуда. Итак, подведем итоги. Да, сначала было сложно, было много непонятно, было много нового, люди бывают разные, как понимаете, всем хорошей не будешь, поэтому про себя, кстати, открою вам небольшой свой лайфхак, я придумала себе такое выражение, ну, всякое бывает, люди бывают, всякое, и поэтому, ну, ты же не будешь уподобляться им. если встречается такой человек, который на самом деле трудный, но мы же на высшем уровне, мы не можем грубить, я про себя думаю, а кто-то с ней или с ним живет, все, и выдала заказ, всего доброго, до свидания. Поэтому, ну, знаете, таких людей очень и очень мало, почему, потому что какой ты по натуре, по темпераменту, по настроению, в основном такие люди и приходят. И здесь, конечно, на фото слабо видно, у меня тоже, ну, конечно, не такая библиотека, как у нашей Оксаны, но я веду ее опись уже более ста книг, и мои консультанты, и даже не мои, все знают, и уже начинают брать, читать книги, что немало важно. Работала в минус, и не могу сказать, сколько точно, но точно знаю, что было такое, что учительской зарплатой платила аренду, что и подходила к арендодателю, подождите, пожалуйста, я вам в следующем месяце заплачу, было всякое, но через это все просто нужно было пройти. Сейчас ПВ, вы, я думаю, видели, мой доход, да, это, можно сказать, грязный доход, почему? Потому что из этого дохода я плачу аренду, я плачу коммунальные, налог, конечно, вот, налог 5%, это тоже входит, и я всегда плачу вознаграждение за офис, но это уже стабильно, я сегодня, когда подводила итоги, посчитала, что это чистая зарплата учителя с высчитом вот этих платежей, поэтому неужели вот этих 7 лет не стоит того, чтобы у меня сейчас, можно сказать, два дохода вознаграждения за старшего директора и вознаграждения за обслуживание офиса, так что, девчонки, если хотите, фонсур защиты точно так, так и везде, он платится один раз, это где-то 50 долларов, если ты работаешь хотя бы света на 0, 0,1 ставку, фонсур защиты платить не нужно, ну а если ты вообще работаешь, тогда вообще круто, ну а подоходный, у нас не подоходный, а упрощенная система налогообложения, мы платим раз в 3 месяца и снимаем, ну значит 50 долларов идет в фонд соцзащиты где-то, но фонд соцзащиты в чем классно, ну не знаю как в России, но у нас, что нужно рассчитаться до 1 марта, то есть вот например ты сейчас открываешь к примеру там 1 апреля вот допустим ты открываешь сначала ты можешь не платить фонд соцзащиты но как понимаешь каждый месяц это все суммируется и нарастает но грубо говоря у тебя будет почти год чтобы накопить на тот же фонд соцзащиты и до 1 марта рассчитаться можно платить каждый месяц можно платить раз в 3 месяца можно платить раз в год ну вот так свидетельство о госрегистрации подходит и на вознаграждение объемную скидку когда переводить и на открытие офиса так по поводу сейчас посмотрю вопросик был как работать с промостойкой да месяц да и п так происходит как работа с промостойкой какая схема может быть если пока нет пв значит елена вы у нас откуда с россии я так понимаю по поводу россии знаете скажу сразу честно какие у вас там правила я не могу узнать но я расскажу у нас вы у нас знаете как говорят пока не погнали можете постоять значит выбрали себе самое проходимое место конечно если вы пойдете в какой-то торговый центр там да там нужно будет договориться с заведующей или там с кем-то если это просто например там парк или постоять возле магазина сначала никто ничего вам не сделает потом если уж к вам подойдут если по правильному то нужно идти в у нас райисполком в отдел экономики предоставлять свое свидетельство ИП и получается во-первых они сами не знают я вам сразу говорю как с этим правильно работать точно так же как налоговые они знают что такое что такое сетевик и как с ними работать а так просто вы купили промостойку значит сразу говорю никаких продаж потому что это вот тогда вас точно могут наказать а здесь получается рекламная деятельность значит каталоги действующие дальше уже или листовки или каталоги старые отработанные как девчонки бросали например вот сейчас дарят водички Юдашкин значит водички три должно стоять и дальше уже зависит от вас или вы зазываете мол Фаберлик дарит всем новым покупателям парфюм попробуйте то есть у вас есть набрызганные блотеры или можно Фаберлик проводит анкетирование анкету заполнили анкета должна быть минимальная все вы прекрасно знаете все спешат но сразу скажу честно сейчас сезон не для промо-стоек только если в каком-то торговом центре сейчас вы сами видите какая погода все спешат все унылые с промо-стойкой лучше всего работать когда тепло я имею ввиду на улице это например конец апреля и уже ну еще сентябрь можно захватить и в анкетировании фамилиями отчества например телефончик их пробовали продукцию компании нет то есть чтобы были такие краткие условия и хотите ли покупать со скидкой вот к примеру и для тех вам значит повезло и у нас тоже вроде бы 10 но слякать вообще и вот для тех кто заполнил например анкету дарим или очень классно работает пробник духовок или же можете купить большую упаковку порошка порассыпать именно по ложке пакетики и дать попробовать на одну или порошок или пятновыводитель можно вот таким вот образом и затем так как мы заполняем анкету у нас их есть телефончики и затем только с ними созваниваемся ну конечно во-первых представиться второй вопрос должен быть обязательно удобно ли вам сейчас разговаривать потому что знаете очень многие сетевые компании особенно новые нынче они работают теми методами 90-х или нулевых я не знаю кто их обучает и когда начинают названивать и сразу после представления начинают грузить тебя непонятно чем то есть они работают дозвонами они работают методом рекомендаций извините если тебе пять раз позвонят ты реально дашь телефон чтобы только отвязались поэтому обязательно обязательно спрашивать или может человек сейчас разговаривать если нет когда вам удобнее перезвонить если человек сказал могу ну там пару минут хотелось спросить как вам пользовались попробовали вы наши средства не попроб там попробовали может есть вопросы и конечно можно подарить каталог но старый где зарисовано что можно зарегистрироваться через сайт где все красиво оформлено и может быть они что-то где-то закажут никогда не давайте действующие каталоги без без оставления данных потому что сколько раз так было я даже сама вроде бы всех учу а просто на автомате дала каталог и только буквально через неделю когда девочка пришла за заказом и принесла мой каталог типа вы мне давали а я понимаю что я ее не регистрировала она красива там же написано зайти на сайт зарегистрироваться и все и попало с Беларуси в российскую структуру ну ничего не сделаешь обслуживается заказывает правда только косметику для дома но чем плохо вот но еще раз повторюсь если у вас там будет только какой-то или у нас мы сегодня тестируем средства для духовок можно постоять с нашим порошком то есть два стаканчика с теплой водой это конечно нужно теплую воду взять с собой и порошок один заклеен чтобы не было видно один наш ну это конечно надо чтобы хотя бы два-три человека собралось возле вас мы сегодня тестируем наш порошок вот это наш это другая компания значит обязательно показали что у нас бросили буквально капельку там бросили нормально зеленочка и посмотрите как сработал этот мастер-класс сразу говорю работает на 100% но если теплая вода если вода прохладная или холодная наш порошок тоже сработает но нужно долго подождать как понимаете люди возле промо-стоек у вас долго стоять не будут но сколько выходили я знаю девчонки никто ничего не согласовывал с гаррисполкомом если еще раз повторюсь никаких продаж нету никаких нарушений не хватает может ты века сыпала так нормально не жалея мы на маленькую стирку добавляем 20 грамм а ты на стакан может нормально сыпанула значит по поводу документации если я вас напугала не пугайтесь просто я сказала что куча документации но все возвраты все претензии наша задача правильно понажимать кнопочки личный кабинет пв похож ну так я о чем говорю что ты бросила как на нормальную стирку конечно работал а наша задача правильно понажимать кнопочки а дальше в каждом регионе есть закрепленные за этим работники склада они вам на электронку присылают образцы накладных образцы всего ваша задача просто распечатать и подписать и позвонить в ту транспортную компанию которая вам привозит это все заказать машину все доставку заказа забор возврата доставку возврата все 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 оплачивает компания еще есть какие-нибудь вопросы я просто сегодня не хотела брать грубо говоря сырую информацию с личного кабинета которую в принципе можно почитать а именно показать свой опыт и что не так страшен волк как его описывает можно сказать обязательно просто проводить акции проводить акции для всех консультантов потому что не проконтролируешь так а поверьте люди любят все акции вот меня была акция при заказе на 50 рублей маска ботаника в подарок но обязательно единовременный заказ то есть если он заказ на 130 значит две маски и знаете к чему это все привело что маски люди начали заказывать понимаете нет не надо ничего согласовывать просто люди беспардонные они просто могут выгнать но абсолютно никаких нарушений ничего нет можно не в торговом центре если просто листовки сейчас можно и по улице пораздавать если у вас есть знакомые например в доме культуры например в каких-нибудь центрах молодежного творчества где часто происходят допустим какие-то мероприятия там мисс снежинка или мисс малютка договоритесь с ними вы можете и там прийти где-то пораздавать листовки постоять с промостойкой все вопросов больше нет спасибо что пришли меньше часа я не умею меня очень хороший наставник чувствую если я буду профит я буду точно так как наставник все жду ваши отзывы в мотивационном ускоренном чтобы девчонки приходили на наши вебинары в 12 и в 19 да-да-да так я же тебе Надя говорю что научусь у наставника все всем спокойной ночи спасибо что послушали если будут вопросы задавайте обязательно на все отвечу не бойтесь меняться и открывать что-то для себя новое все всем пока